Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую всех тех, кто смотрит нас сегодня на Перископе. Особенный привет, конечно же, для вас, потому что все-таки 9 утра, конечно же, для кого-то это может быть и раннее время, но мне кажется, самое подходящее, чтобы оценить перед дополнительной торговой сессией, то, что нас ожидает с точки зрения фундамента. Забегая вперед, хочу сказать то, что сегодня у нас сумасшедшая торговая сессия, потому что мы вплотную уже подошли к долгожданному событию, может быть, даже года, и это событие предполагает возможность изменения монетарной политики, коррекция параметров денежно-кредитной политики по ФРС США, по американской экономике. Нас, прежде всего, интересует повышение процентной ставки, и мы знаем, что если это произойдет, то, соответственно, это событие станет, по сути, прецедентным, поскольку последний раз, когда мы наблюдали изменения монетарной политики, это было около 10 лет назад. Соответственно, ориентироваться есть на что. Мы знаем то, что этот фон, этот фундамент станет серьезным, определяющим, или, можно просто сказать, судьбоносным для перспектив американца. А поскольку большинство наших инвестиционных идей как раз отталкивается от того, что стоит ожидать по доллару, и как это можно проецировать на динамику других рисковых инструментов, понятно то, что к этому событию мы подготовились, мы продолжаем следить, наблюдать за той тенденцией и теми динамиками, которые показывают основные дуэты валютных активов, и не только. По ФРС, по ставке, по фактическому решению, по каким-то дополнительным параметрам, в общем, по всему, что касается этого новостного фона, мы сейчас немного поговорим. Особенный акцент мы сделаем, конечно же, на ФРС уже в ходе завтрашнего брифинга, потому что завтра у нас будет возможность уже, соответственно, подвести итоги того, что происходит и что можно ожидать дальше. Давайте все-таки вернемся к нашему привычному сценарию. Начнем мы сегодня с динамики нефти. Как и всегда, не забывайте о том, что буквально до конца этого года у вас есть отличная возможность воспользоваться бонусным предложением, получить бонус на пополнение в размере 20,16% в преддверии как раз нового года. Это сейчас главная, скажем, новостная акция бонусного характера, и она, собственно, будет действовать до конца этого года, фактически две полноценные недели. После этого бонусы, конечно же, будут. Не забывайте о том, что есть мой бонус, который я с удовольствием в плане возврата анонса начну обозначать уже с января. Снова будем, скажем, оперировать ситуации на рынке, делать большие бонусы в преддверии серьезных событий, чтобы повысить покупательскую способность депозитов. В общем, сценарий у нас в ближайшее время вернется к той прежней, скажем, ситуации, которую мы оценивали, озвучивали, и все пойдет своим чередом. Но прежде нам нужно пережить ФРС. Давайте посмотрим, что происходит с нефтью. Актуальные котировки на текущий момент 38,60. Но допускаю, что за последние несколько минут, пока я готовился к брифингу, цены немножко изменились. Но это не суть важно, вряд ли какие-то серьезные изменения произошли. Клосс вчерашнего дня 38,32. А в целом видим то, что бренд никак не может оклематься, находится под серьезным давлением, и я думаю, что долгосрочно, пока эта ситуация не изменится. Мы находимся вне рынка, но если вы ориентируетесь на те идеи и те ориентиры, которые я обозначал, мы, собственно, уже закрыли сделку с профитом. Сейчас ожидаем, пока пройдет ФРС. Нужно оценить, опять же, силу американцев, потому что мы знаем, что американская валюта, поскольку сырьевые активы номинированы именно в ней, как раз и сказывается на стоимости этих сырьевых активов. Поэтому сейчас нужно посмотреть, что будет с долларом, и после этого вернуться к оценке товарно-сырьевого рынка. И здесь речь идет не только об углеводородах. Вчерашняя торговая сессия. Я думаю, что можно, конечно же, сейчас отметить несколько дополнительных инфоповодов, но в целом мы видим то, что бренд находится под давлением. Мы наблюдаем за локальной проторговкой, но все-таки эта проторговка все равно смещена, опять же, в сторону снижения. Агентство MODIS вчера сообщило о том, что, исходя из последних тенденций, и опять же, по факту прошедшего заседания ОПЕК, сейчас они вынуждены пересмотреть цены на бренд WTI на 2016 год. И пересмотр сейчас предполагает возможность снижения практически на 20%. Лично вот я не припомню, когда в последний раз прогнозные значения так серьезно разнились с прошлой оценкой. Я думаю, что MODIS сейчас более объективно смотрит на картину. Мы делаем это уже давно и знаем, и так, без рейтинговых агентств, что пока покупателям нефтересурсов ловить в буквальном смысле нечего. Если прошлая оценка, в частности от MODIS по бренду на 2016 год предполагала возможность проторговки выше 50 долларов за баррель, ну, фактическая цифра 53, то сейчас они снизили фактическую цифру и прогноз до 43 долларов за баррель. Это вроде бы как соотносится с реальностью, но я думаю, что реальные котировки будут еще ниже. Сейчас на рынке очень много говорят о том, что особенно такой позиции придерживаются тех, кто активно покупает сейчас бренд, невзирая даже на последнюю просадку, и пытаются аргументировать эти покупки тем, что вроде бы как Соединенные Штаты Америки уже реально снижают объемы производства, и эта тенденция продолжится, и в случае сохранения ее, конечно же, на рынке можно ожидать восстановления баланса спроса и предложения, потому что США – это один из ведущих производителей нефтересурсов. Но не все так просто, потому что мы знаем, что если США будет снижать объемы производства, у нас есть Иран, который готовится к тому, чтобы увеличить экспортные поставки. И как только это случится, а это непременно случится, потому что министр нефти Ирана уже сообщил о том, что нет ни одного фактора, вследствие которого они смогут отказаться от реализации вот этой дорожной карты, которая направлена на большее предложение на рынке, соответственно, углеводородов. И в случае снижения производства нефти в США, это как раз будет ли Ирана хорошим сигналом, потому что высвободится определенная доля, которую они смогут занять. Ставка делалась сначала на Саудовскую Аравию, что они будут снижать объем производства с рекордным значением. Саудовская Аравия сообщила о том, что делать этого не собираются, потому что в приоритете сохранение доли. Но святое место пусто не бывает, поэтому Иран будет искать, скажем, другого игрока в плане замещения. Я думаю, что это будет США. Соответственно, в целом, как это можно использовать с точки зрения, опять же, дополнительного аргумента для трейдинга? Это можно использовать следующим образом. По-прежнему нет надежд на то, что спрос будет расти, и самое главное, предложение будет снижаться. Но спрос не будет расти, потому что все-таки пока объективная оценка той ситуации, которая характерна для глобального рынка, она не позволяет нам позитивно посмотреть на эти самые тенденции, характерные для мировой экономики. И еще один фактор. Вчера мы анализировали данные по АПИ, запасам нефти США, и где-то в глубине души я допускал возможность, что запасы будут снижаться, и это может стать фактором для усиления позиций нефти. Но по факту запасы снова выросли, 2,3 миллиона баррелей за прошлую неделю, поэтому можно планомерно готовиться к тому, что в ходе сегодняшнего отчета по приросту нефти в США, по уже версии официальных данных, мы снова увидим статистику со знаком плюс. Если это случится, значит для нефти будет оказано еще дополнительное давление со стороны этого новостного фона. Поэтому оцениваем опять же медвежьи перспективы, потенциал для реализации в плане трейдинга по нефти марками Brent и WTI, но пока все-таки держимся в стороне, ждем ФРС. Российская валюта против доллара. Актуальная котировка 70.15. То есть здесь, наверное, не будем долго останавливаться на перспективах российского актива. Совершенно очевидно, что здесь новостной фон не меняется. Мы видим такую же характерную привязку, мы видим, как снижение углеводородов стоимости сырья сказывается на девальвации российского актива. И пока это порочная практика. Она, наверное, такой останется. Ну не наверное, а 100%, потому что неоткуда больше взяться драйвером, триггером, основанием для укрепления российского актива, кроме как потенциальное ожидание такого же потенциального роста на энергосырье. Этого пока не предвидится, значит мы ни в коем случае не меняем сейчас свое позиционирование и возможности дождаться более высокого значения по паре USD-RAT. Наша ближайшая цель уже выше 70, это 71,5 или даже 72. Соответственно, те, кто не закрыл свои прошлые сделки, видя то, что происходит на рынке, молодцы, конечно же, поскольку мы идем на большее ослабление. Ну а те, кто все-таки зафиксировал профит по достижению сопротивления в 70, вы также не меньше молодцы, потому что взяли с рынка то, что мы ожидали и, соответственно, поблагодарили его за то, что этот профит был зафиксирован. Пока ждем еще большей слабости российского актива и если нефть нам даст дополнительный сигнал, мы будем наблюдать, лицезреть это в динамике на финансовых рынках. Далее идем. Уже более актуальные сейчас валютные тандемы активов это евро-доллар и доллар-японская иена. Но прежде всего нас интересует американец, потому что здесь, как ни крути, события с большой буквы. Момент икс у нас буквально через несколько часов. Сегодня в 22.00 по московскому времени. Начнем давайте с европейской валюты. Актуальные котировки 1.09.33. И видим то, что европейская валюта продолжает консолидироваться в преддверии, опять же, серьезнейшего, фундаментального макроэкономического события. Речь идет, опять же, о ФРС, о возможности повышения процентной ставки. Трейдеры готовятся к безумной волатильности. Это правильная оценка, правильные ожидания, потому что никак иначе быть не может. Такое событие по определению просто аксиомно должно провоцировать бешеную динамику и чрезмерную активность, опять же, всех финансовых активов, которые представлены на рынках. Речь, опять же, идет не только о валютном рынке Фордс. Фондовый рынок сегодня также будет лихорадить. Я думаю, что эти тенденции сохранятся еще в течение длительного периода времени. Также хочу сделать ставку на то, что сегодняшнее событие ФРС по факту решения может быть спровоцирует не только, опять же, повышенную волатильность, но и станет триггером для предрождественского ралли. Хотя, если говорить объективно, наверное, уже после ИЦБ мы получили вот этот запал, который сейчас реализовывается. Этот запас как раз предполагает то, что активы двигаются динамично и создают большой спекулятивный интерес. И мы стараемся поймать профитные цели, потому что знаем, что в целом новостной фонд по-прежнему располагает к ослаблению европейской валюты и росту американца. Говоря про вчерашнюю статистику, вышли данные по индексу оценки экономических условий и бизнес-ожиданий ЗЮ. Снова хороший отчет. После позитивной динамики промышленного производства уже вторая порция сильных макроэкономических данных, что в целом вроде бы как позитивно даже настраивает на оценку перспектив экономического роста в рамках валютного блока. Но я пока такой оптимизм не разделяю, потому что локальный отчет – это ерунда. Нам нужны тенденции, потому что мы, опять же, ориентируемся на целую оценку. Вот если в течение всего первого квартала мы будем наблюдать систематичное повторение таких хороших данных, то тогда, может быть, я сменю, скажем, гнев на милость в отношении перспектив евро и буду, наверное, объективно искать какие-то основания для обратной тяги по евро-доллару. Но пока этого не происходит. Мы видим то, что позиционно, опять же, системно все отчеты долгосрочно указывают на то, что евро будет ослабеть. И я думаю, что эта тенденция, она в ближайшее время будет реализована к тому, что долгосрочно мы пойдем на достижение тех значений, которые сейчас маячат на уровне 1.05. Понятно, что сейчас в преддверии ФРС статистика, мягко говоря, игнорируется рынком, потому что рынок сейчас больше чувствительный к рыночным настроениям. Они у нас генерировались на протяжении последних дней в преддверии ФРС. Но сегодня все-таки давайте также отдавать должное с сильным отчетом. Перед ФРС у нас будет возможность анализировать данные по индексу потребительских цен в рамках еврозоны. И я считаю то, что если, опять же, сделать ставку на снижение цен на энергоносители, особенно актуальность в последний месяц, есть вероятность того, что мы увидим более низкие значения по индексу потребительских цен и инфляции в рамках валютного блока. И если это действительно будет так, то значит можно будет смело говорить о том, что европейская валюта будет находиться под дополнительным давлением вследствие того, что снижение инфляции снова вернет на рынок спекуляции на тему необходимости, а точнее неизбежности более агрессивного выкупа активов. Напомню, что Драги буквально некоторое время назад, ну позапрошлый четверг, дал ясно понять, что давайте последим за статистикой, давайте посмотрим за инфляцией, но в случае негативных отчетов все-таки придется задействовать тот инструмент, который остался в качестве козыря еще в рукавах. И этот инструмент решения программы количественного смягчения. Потому что если бы мы об этом шаге услышали ранее, то уже бы, наверное, торговались недалеко от паритета. Но поскольку это решение пока еще не анонсировано, значит у нас просто сейчас локальная пауза. И эта пауза предполагает про торговки, в том числе и связанная с ростом европейской валюты. Самое главное здесь не переебать с плечом, держаться, не обращать внимания на ложные локальные восходящие выпады и по-прежнему верить в то, что европейская валюта вернется к своим значениям, которым она и должна соответствовать на текущий момент. Поэтому сегодня мы ориентируемся все-таки перед ФРС еще на данные по инфляции. Думаю, что в случае сохранения понижательной тенденции, ну, либо даже в случае, если отчет останется на прежней территории, у евро будет все-таки дополнительный аргумент, даже для локальной разгрузки уже в рамках дня. Я, собственно, на это и делаю ставку. Далее идем. Доллар и японская иена. Хотя чуть давайте коснемся еще ценовых ориентиров. По евро-доллару у нас был целстоп. Байстоп вчера, к сожалению, по сути, сработал наш отложенный ордер, но мы видели, как европейская валюта быстро пошла вниз и, соответственно, достигла уровня стоп-лосса. Да, зафиксировали, соответственно, лось на 50 пунктов. Сейчас ориентируемся на продажу. Можно для средних и долгосрочных трейдеров поискать уровни дополнительно, плюс тем, которые открыты ниже, значение 1.09. Но для тех, кто уже в рынке, у нас по-прежнему, соответственно, стоп-лосс в районе 0.9.50. Если он сработает сейчас, тогда нужно будет быстренько сгруппироваться и снова разместить новый отложенный ордер с уровня 1.09. Те же значения по профиту и, соответственно, стоп-лоссу. Вчера также отмечу, у нас на дневках образовалась очень неплохая разворотная свеча. Обычно на технический анализ я не обращаю внимания, но, в частности, вчерашней торговой, опять же, сессии и дневной свечки здесь, пожалуй, стоит сделать акцент на классику Билла Вильямса. Надеюсь, что кто-то из вас уже знаком с этим способом анализа финансовых рынков. И, опять же, разворотная модель вкупе с ангуляцией – это хороший сигнал на то, что евро будет дальше ослабеть. Осталось дождаться реализации этого сценария. А фунт против доллара. У нас селл-стоп с уровня 1.51, тейк-профит 1.49, стоп-лосс 1.51.70. Эта идея сейчас прекрасно себя отрабатывает, потому что мы находимся уже в хорошем профите. Актуальные котировки 1.50.47. Предлагаю даже стоп-лосс сместить с уровня 1.51.70 до уровня 1.51.40. И все-таки ждать еще больше ослабления британской валюты, потому что основания для этого есть. Вчера мы ориентировались на данные по инвесу потребительских цен. Я отметил, что есть основания увидеть слабый отчет. И если это действительно будет так, будем активно распродавать британца. По факту вчерашней статистики индекс потребительских цен. Ладно, допускаю, что выбрался с отрицательной территории. Годовой показатель 0.1% с плюсом. Месячный показатель на нулевой территории. Но это все равно крайне низкие значения. И около нуля индекс болтается уже на протяжении всего года. То есть, ну, примерно 10-11 месяцев. И сейчас, глядя на то, что происходит с энергоресурсами, я думаю, что у нас есть возможность использовать такое понятие, как временной лаг, и говорить о том, что снижение цен на нефть приведет уже в следующем месяце к еще большей просадке индекса потребительских цен. И тут мы снова с вами будем говорить о том, что не стоит ли банк в Англии задуматься даже о возможности шага не по ужесточению монетарной политики, а смягчению. Может быть, через решение программы количественного стимулирования, либо через снижение процентной ставки. Но это совсем уже, конечно же, агрессивный вызов. Я считаю то, что до этого у нас будет еще несколько инфоповодов, чтобы оценить картину. Но по британцу, особенно с учетом роста доллара, я все-таки уверен, что мы увидим серьезное ослабление, и это ослабление позволит нам окончательно закрепиться по паре фунт-доллар ниже уровня 1.50. Наша цель пока 1.49, уверен, доберемся до нее в самое ближайшее время. Доллар японская иена. Здесь все уже вертится вокруг ФРС. Уже отчасти поговорили мы об этом на отчете. Сегодня в 22.00 по московскому времени, спустя полчаса в пресс-конференции в 22.00 процентная ставка. Посмотрите, если экономический календарь, то сможете увидеть, ожидания предполагают повышение ставки. И говоря объективно, оснований для этого предостаточно. За последнее время мы цеплялись за разные сектора, недвижимость, рынок труда. Несомненный, очевидный суперпозитив, даже не будем повторяться. Единственным камнем претензива у нас оставалась еще инфляция. Но вчера мы получили еще одно подтверждение того, что и инфляция уже, по сути, в плане роста закрытый вопрос. Потому что годовой показатель оказался на территории 0,5% против прошлого. Значит, как и обещали нам американские статисты, да и, собственно, многие представители дружеские нам, голосующие члены ФРС, Локерт, Лейкер, Фишер, Вильямс, Мейстер, все-таки действительно основания были созданы. И мы видим реализацию того, что индекс потребительских цен постепенно отрастает. А значит, скептиков на рынке, наверное, уже не осталось. Вероятность даже по фьючерсам повышения процентной ставки уже практически достигла 100%. Конечно же, сейчас можно мудрить в плане того, что если все так красиво, ставку непременно не повысить, потому что слишком логичное ожидание. Но я хочу вам сказать то, что вряд ли мы увидим такой же сюрприз, как это было позапрошлый четверг. Потому что два таких серьезных события. Прошлый четверг, позапрошлый мы приравняли, по сути, к событию Черного Лебедя. Я думаю, что непредсказуемости уже достаточно для одного месяца. Может быть, сегодня все будет располагать к тем тенденциям, которых мы придерживаемся. И эти тенденции направлены на рост американца. Доллар японская иена, наша цель 125, туда и движемся. Ну, еще хотел отметить пару USDCAD, потому что вчера мы отмечали, точнее, делали акцент на то, что серьезные уровни задолженности домохозяйства не создают риски для экономики. Да и, в принципе, риски, они очевидны, особенно для темпов экономического роста. В ходе прошедшей конференции руководителя Банка Канады Полоза на это был сделан дополнительный акцент. По сути, это та проблема, на которую уже акцентируют внимание иммунитарное руководство. Мы стали делать это раньше. В частности, Полоз еще отметил риски, связанные со снижением цен на энергоносители. Они такие же серьезные и системные, как, к примеру, снижение нефти для российской экономики. Для Канады то же самое. И, исходя из этого, я думаю, что в первый квартал Канада войдет с очень плохими показателями. И, к сожалению, наверное, этот тренд пока будет только усиливаться. А значит, у нас есть возможность распродавать канадца против доллара. И если раньше мы находились вне рынка после достижения профитного ориентира в районе 1.35, то сейчас я предлагаю все-таки побороть эти локальные страхи и залезть в трейдинг по паре USDCAD. Новая цель 1.40. Актуальная котировка сейчас 1.37.36. Соответственно, до уровня 1.4 остается, по сути, 270 пунктов. И я думаю, что мы непременно в ближайшее время, месяц-два, сможем добраться до этого ориентира. Собственно, на этом все. Поговорили мы по основным событиям. Ориентиры и цели понятны. Хорошая вам торговля в рамках сегодняшней торговой сессии. Ну а завтра уже вернемся, соответственно, к оценке общего новостного фона. Всего доброго. До свидания.